Якутия на 70% выполнила план по переселению из аварийного жилищного фонда. Но, несмотря на положительную динамику, в некоторых районах программа работает с отставанием. О переселении жителей аварийного жилфонда в поселке Сангар Кабайского района расскажут наши корреспонденты. В поселке Сангар из 2013 года из планируемых 439 граждан сейчас всего переселено 285 человек. Оставшиеся это 154 человек до 1 сентября этого года будут переселены в три дома. На днях приемная комиссия администрации поселка принимала 23-х квартирный жилой дом номер 16 по улице Горбунова. Также среди будущих новоселок прошла жеребьевка квартир. Следующими на очереди являются жильцы новостройки, которые находятся по Ленина 123. Галина Трофимова проживает в поселке с 70-х годов. Своей очереди на переселение ждет 2011 года. Первый дом строился, нам обещали. Да, в этой квартире, в этом доме всего нет. Второй дом разобрали все. Причиной оставания от графика программы является поздняя подача заявка на конкурсный отбор строительных компаний, а также в связи с отдаленностью и сложностью транспортной схемы УЛУСа. Строительные компании не желают работать в поселке Сангар. Решение вести строительные работы здесь приняла только компания «Дальний Восток-14». Необходимый материал до открытия навигации завезено и, соответственно, остальная часть материалов будет завезено по навигации. То есть с 1 июня так мы планируем. И там тоже вот где-то порядка 20 человек работают сейчас на участке. Составили застройщиками новый план графика работ. Согласовываем и, конечно, ведем работы ежедневных контролей. У нас создана межведенственная комиссия. По плану в Сангарах с 2013 по нынешний год всего будет построено 9 многоквартирных домов. Сегодня исполнение данного порядка составляет более 60%. Администрации поселка делается все возможное, чтобы эти три многоквартирных дома ввелись в эксплуатацию до 1 сентября сего года. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар.